Приглашаю всех в мир цветных рисунков! Сегодня нарисуем такую симпатичную, яркую, красивую, сочную клубнику акварелью. Перед началом нашего рисунка я прикрепила клейкой лентой лист акварельной бумаги. Приготовила акварельные краски. Акварельные краски у меня обычные, непрофессиональные, но здесь есть много хороших цветов, которые я обычно использую. Тарелка. В тарелке я буду смешивать пигмент, то есть акварельные краски, размешивать с водой или смешивать между собой, для того, чтобы найти правильный цвет. У меня есть баночка с водой и несколько бумажных салфеток, которыми я буду вытирать кисточки после того, когда я их промою. Также я буду использовать несколько акварельных кисточек. Тоже очень простые, они синтетические, непрофессиональные. Очень люблю вот такие кисточки с обрезанным краем. Ну, в принципе, если их нету, то можно использовать и другие. То есть среди них есть тонкие кисточки, потолще и широкие. Для начала мы сделаем эскиз. Я простым карандашом сейчас намечу все, что мы будем рисовать. Значит, где-то по центру будет лежать наша клубника. Мы знаем, какая форма клубники должна быть. Вот такая. Такой овал. Здесь будут листы. Здесь будет у нас цветок. Центральную часть. И покажем лепестки. Вообще, проще всего листок, цветок рисовать, это сделать такой овал, а потом добавить лепестки. Тогда будет красиво получится. Теперь мы покажем длинную такую, длинный стебелек. И здесь будет еще одна клубника, но только еще очень зеленая, очень маленькая. И покажем клубничные листы. Я покажу центральную часть. И потом такие резные края у листа. И то же самое здесь. После этого мы покажем светлое пятно блика от цвета. В нем будут видны косточки. Вообще, самое важное, это нам прорисовать все косточки на теле клубники. Количество косточек, такое, какое вам нравится. Можно побольше, можно поменьше. Вот, наверное, и все. Теперь мы можем рисовать красками. Правда, перед началом я пластиком сотру некоторые очень такие ярко виднеющиеся линии, потому что акварель краска прозрачная. А мы не хотим, чтобы эти простые линии просвечивались. Встряхнем. И теперь начинаем рисовать. Берем кисточку. Я, наверное, начну с зеленых листьев. Вот наш цветок. Мы сейчас пройдем по краю. Вокруг цветка. На цветок не заходим. Цветок у нас белый-белый. Можно рисовать тонкой кисточкой. Я рисую вот такую. Я люблю работать краем этой кисточки. То же самое, как работать тонкой-тонкой кисточкой. Смотрите, как вам удобнее. Каждый рисует так, как ему удобно. Здесь нет правил. Вот я стерла тогда наш эскиз. И поэтому я могу немножко изменить и форму листа. Но просто мне эскиз помог найти положение всех наших листьев и цветов, и клубники. Это один лист. Теперь второй лист. Всего одного цвета. В акварели не рекомендуется накладывать много слоев разного цвета. Поэтому мы начинаем с самого светлого. А потом мы добавим и затемним там, где нам надо затемнить. Но постараемся не использовать много уж таких цветов. Много слоев разноцветных. Просто здесь будет более темный добавлен зеленый цвет. Там, где получится падать тень на этот лист. С этим листом мы закончили. Теперь мы проводим стебель. Здесь будет наша зеленая-зеленая клубника. Пока что мы ее... Здесь вот можно даже оставить непрокрашенное место. Там тоже будет такой вот блик света. И покажем листья, которые на самой большой клубнике. И, наверное, дадим немножко подсохнуть. Пока наши листья подсыхают, мы можем поработать с большой клубникой. Я набрала вот такой вот красный цвет. Он такой вот темно-красный, наверное, темно-клубничный. И сейчас я пройду по краю всех мест, где мы прорисовали косточки. Это будет тень. И когда мы покажем эту тень, нам потом будет легче показать объем этой клубники. Мест, где лежат эти косточки. Сейчас мы пройдем по всем местам. Очень аккуратно. Я стараюсь не прокрашивать всю клубнику. А после этого можно взять более яркий цвет. Вот я беру такой цвет. И еще такой. И вот такой. И даже сейчас мы их все немножко смешаем. Добавим воды. И теперь мы прокрасим тело нашей клубники, не заходя на те места, которые мы оставили под косточки. И, конечно, вот этот блик. И не заходя на место блика тоже. Мы можем его немножко скорректировать, сделать его неровным. Он не должен быть ровным. И если случайно мы зашли и закрасили место, где оставили под косточку, тоже ничего страшного. Будет меньше косточек. Это же наш рисунок. Мы можем делать все, что мы хотим. Сейчас прохожу по краю клубники. Клубника, она такая неровная. Ниже много косточек в теле. Поэтому можно даже такую бугристость показать. Здесь вот эта часть более темная. Потому что она находится немножко в тени. И свет видно падает, будто у нас отсюда. Даже мы сюда зайдем за листик. Лист прикрыл немного тело клубники. Вот, сразу красивее получилось. Так более натурально. И немножко можно подровнять, может быть, само тело клубники. Я вот сейчас вот немножко подлиннее сделаю. И дадим подсохнуть. Беру желтый цвет. Такой у меня светло-светло-коричневый. И поработаем со серединкой цветочка клубничного. Вот я такими неровными ставлю пятнами. Оставляю даже светлые. И оставлю отдыхать. Пусть подсохнет. А пока можно сейчас вот такой же цвет добавить на край листьев. Это второй у нас слой получается. Край листа. А вот ближе к самому цветку я сделаю более темный цвет. Чтобы сделать этот красивый цвет, я беру свой зеленый цвет, который, в общем-то, не подходит для цвета. И смешиваю зеленый и коричневый. Затем добавляю светло-зеленый. И, наконец-то, у меня выходит красивый цвет. Я добилась красивого травного цвета, который будет подходить для цвета листьев. Стараюсь не касаться. Хоть у нас лист лежит на клубнике, но я стараюсь не касаться. Лучше всего в акварели делать, оставлять какую-то недокрашенность, недосказанность, легкость. Акварель это легкая. Очень легкая живопись. Здесь могут быть, оставаться много светлых мест. Очень красивый получился лист. Теперь можно поработать с этим листом. Нет, вначале мы поработаем с этим. Здесь вот будут более темные листы. И покажем эту клубнику маленькую на стебельке. И этот стебелек, покажем, он сюда пришел. И теперь можно поработать с этим даже листом клубничным. Но он должен быть немножко светлее, чем этот лист. Поэтому я добавляю светло-зеленую краску. И сюда мы сейчас добавим посветление, светло-зеленый цвет. Наверное, в эти листья, которые на самой клубнике. Видите, край листа более светлый. Очень красиво все смотрится. Я беру темно-темно, такой пордовый цвет. У меня есть красный цвет. И начинаем работать с клубникой. Самая темная часть будет здесь, вот под листьями. Здесь можно даже оставить такие светлые пятнышки. Это там, то есть на оранжевом фоне, который мы или красный фон, который мы делали. Эти те места, где еще есть тоже косточки. Но мы их как бы не показывали. А сейчас мы можем показать, показать более темный цвет здесь. Пройти, обойти косточки более темным цветом. Эта часть клубники, она будет в тени, поэтому мы здесь должны добавить более темный цвет. Я даже добавлю немножко поярче краску. И сюда у нас получится к низу, где будет больше света появляется. Вот я такую краску. Ой, какой красивый цвет получается. И оставляю такие все время непрокрашенные места, там, где должны быть косточки. На клубнике много всяких косточек. Потому что клубнику разводят такими вот косточками, побегами. Более темный цвет. Опять вот здесь по краю пройдем. Я не полностью прокрашиваю, а такими вот легкими касаниями. А центральная часть будет такая, более ярко-красная. Вот мы сейчас сюда добавим этот цвет. Очень много воды, я боюсь, что у меня поведет бумагу. Бумага у меня самая обычная, недорогая. Вот такими легкими касаниями и у нас получается тело клубники. И сейчас надо дать все подсохнуть. Надо мне остановиться, потому что я волнуюсь за бумагу. Я думаю, что у вас тоже бумага недорогая, чтобы ее не повело и она не забугрилась. Останавливаемся и даем подсохнуть. Пока наша клубника подсыхает, мы сейчас поработаем с маленькой клубникой. Возьмем такой темный наш цвет. Добавим вокруг предполагаемых косточек. На хоть маленькой, у нее тоже есть косточки. На одну часть, темный цвет. Я работаю очень тонкой кисточкой. Покажем наш стебель. Здесь он тоже должен быть более темным. Можем показать прожилки. На листьях. Показать сами. Сам цветок. Сейчас мы обозначим лучше лепестки. Возьмем голубой цвет. И добавим голубой цвет на лепестки. Но не полностью, а вот так. Сейчас я немножко воды добавлю. Вот он сразу цветок оживил, когда он просто чисто белый. Вот такой вот был похож на бумажный. Теперь он стал настоящий. И, конечно, надо добавить более темный цвет. На серединку цветка я темный цвет делаю. Смешала коричневый и зеленый. И вот здесь вот покажу. Неровные. Челюсти. Здесь тоже можно показать прожилки на листе. Края немножко лучше обозначить. Надо хорошо промывать кисточку. Здесь тень падает от нашей клубники. Клубник-то у нас получилась какая-то похожа на малину. Сейчас мы это все исправим. Мы берем красный цвет. Она, кстати, немножко подсохла. И я сейчас немножко подровняю этот вот край. Сделаю его более мягким. Не таким вот бугристым. Так, очень хорошо. Теперь красным цветом. Сейчас мы добавим на серединку немножко. И теперь нам надо еще работать с косточками. Поэтому мы сейчас дадим опять подсохнуть. И поработаем с косточками. А сейчас, пока еще все сохнет, а нам хочется еще порисовать, мы берем голубую краску. И сейчас мы начинаем прорабатывать тень. Потому что эта часть подсохла у нас. Лист у нас подсох. Все у нас таких теплых тонов. Поэтому тень будет у нас холодная. Интересная, но будет тоже тень. Ближе к предметам тень поярче. А дальше от предметов она, видите, такая становится более светлая, рассеивается. И нам вода помогает это сделать. Здесь мы можем показать. Это все мы делаем заранее. Тень обычно можно рисовать самую последнюю очередь. Но мы сделаем сейчас, потому что мы ждем, когда наша клубника подсохнет, чтобы потом начать работать с косточками. И я стараюсь выровнять, выйти на горизонтальную поверхность. И можно даже, раз у нас есть желтый цвет, вот здесь вот показать край той поверхности, на которой лежат наши вкусные клубнички. Можно еще желтый цвет сюда добавить немножко. Маленькую клубнику. Ну что, надо дать подсохнуть. Нет, я еще все-таки желтый цвет сюда добавлю. Вот я возьму желтый цвет и добавлю сюда. Это вот у нас лист на цвету. На свету. Вот он на свету. Мечет, должен быть посветлее. Все, даем высохнуть. Наша клубника подсыхает. Я не хочу пока ее трогать, но я сейчас хочу подправить некоторые места, которые я увидела. Необходимо сделать. Вот вокруг белого листа тонкой кисточкой я добавляю темный цвет для того, чтобы цвет, белый цвет, он заиграет всегда в соседстве с темным цветом. Поэтому я добавляю сюда темный цвет. Темный пигмент. Надо быть очень аккуратным, потому что я уже там тень добавила. Но моя тень-то уже высохла здесь. Я надеюсь, у вас тоже все подсохло. Если нет, вам надо подождать, пока все подсохнет. И начинать рисовать, добавлять цвет. Вот вокруг цветка я добавила более темный цвет и сразу стала, он стал такой более живой, более светлый. Очень хорошо рисовать темной кисточкой, совсем тоненькой кисточкой, темной краской, темной кисточкой. Ошиблась. Здесь еще затемняем. Сейчас я добавлю коричневый-коричневый, зеленый-зеленый. Вот он какой темный стал. Здесь я покажу, где совсем темно. Вот у основания клубники, здесь листья становятся более темного цвета. Но я не полностью закрашиваю. Такими вот делаю полосками, добавляю мазками. Вот здесь. И я хочу сюда добавить, приходит сюда стебель. Вот как сразу красиво получилось. Темный цвет, он помогает показать светлый цвет. Вот здесь вот сразу показались очень красиво кисточки. А теперь, когда я смотрю, у меня клубника подсохла, я пока еще все-таки немножко подожду, добавлю голубой цвет. Вот у основания листьев на цветке. Чуть-чуть водой разбавлю, развету. Красиво стало. А теперь я беру желтый цвет. Вот здесь он такой желтый цвет. Я добавлю рядом коричневый. И сейчас буду работать и желтым, и корей. Ну, это такое у меня светло-светло-желтый цвет. Я немножко смешала с коричневым. Теперь я работаю с косточками. Я добавлю вот этот цвет в каждую косточку. Сезет на свету. цветом. Также здесь. И потом надо будет добавить темный цвет. Здесь тоже. Ну, сейчас для начала, пока косточки там подсыхают, беру такой вот темно-красный цвет. начинаю добавлять сюда, вокруг каждой косточки, между косточками. Потому что это вот будет часть в тени. Мы должны это показать. здесь все блестит, отражение света идет, блик света. Поэтому мы добавим. Оставим блик, конечно, не закрашенный, но добавим темный цвет сюда. Потому что косточка лежит в углублении. И, значит, там будет тень. Вот я вот вокруг каждой косточки добавляю темный цвет. Это тень. Там, темный, темный, темный. Так. Вот сразу она. Видите, как сразу клубника стала? Видно, что там лежат косточки в углублениях. Если вам надо, добавьте количество косточек. Пока что это вот выглядит так. Если хотите что-то изменить, все в ваших руках. Вот эта часть, вот более темная. Там я сейчас добавлю сюда цвет. Более темный. Я сейчас возьму. опять темный цвет и здесь мы найдем где-то места где косточки у нас конечно под листьями должен быть темнее цвет значит сейчас мы его добавим еще одним слоем и можно еще добавить теперь темную тень тень затенить значит мы берем наш синий цвет очень яркий сейчас найдем получше цвет вот такой вот цвет тень тоже высохла и почти исчезла нам надо ее добавить разведем водой с водой когтей растеклась и стало лучше чтобы здесь вот не было такого яркого яркой разницы вот мы только здесь добавим более темный цвет возле листьев возле самой клубники где цветок и чтобы она у нас получилась клубника более объемная беру оранжевый пигмент развожу с водой и немножко добавлю на средину вот такого яркого оранжевого пигмента уже в те слои краски которые тут есть для того чтобы ее оживить немножко чтобы она была более объемный рисунок почти готов постараюсь его не замучивать то есть не добавлять излишних излишних деталей сейчас возьму просто желтый цвет немножко сейчас пройду по центральной части также желтым цветом пройду по листикам и можно добавить как фон желтый цвет только теперь уже не прикасаемся ни к чему вот просто рядом со всеми нашими листами добавим желтый солнечный цвет наша клубника бежит солнечном цвете добавляю воды желтый цвет желтый цвет можно сюда добавить немножко нет надо остановиться все иначе у нас будет замученная тварель она должна быть легкой и красивыми вот и все вот и получился наш рисунок спасибо что приходили в гости я надеюсь у вас тоже получился такой рисунок если получилось не очень хорошо вы можете опять начать делать его сначала открывайте это видео и повторим все сначала и я уверена у вас все получится приходите в гости рисовать легко и весело когда вместе